Друзья, всем привет! Меня зовут Юля. Вы на моем коммендарном канале Сладкий персик и сегодня мы с вами будем готовить творожную запеканку. В творожной запеканке, конечно же, есть множество рецептов, множество вариантов. Все они вкусные. Даже я использую несколько рецептов и сегодня покажу всего лишь один из них. Нам понадобится творог, 5 или 9% жирности, ванильный сахар, сметана, яйца, обычный сахар, изюм, это по желанию, манная крупа и молоко. Обратите внимание, что ванильный сахар я покупаю всегда с натуральной ванилью, то есть с молотом, с ручком натуральной ванили. Он сильно отличается от обычного ванильного сахара, потому что в нем, как правило, используют просто ароматизаторы. Я не говорю про конкретный бренд, я говорю про вот эту вот надпись. Когда покупаете сахар, обращайте на нее внимание. Сначала мы с вами разбиваем в миску яйца. Есть рецепты, в которых мы белки от желтков отделяем и все это смешиваем по отдельности. В этом рецепте яйца используются целиком. Теперь в миску к яйцам мы добавляем сахар, ванильный сахар и обычный. Обычного сахара я использую где-то 3-4 столовых ложки, здесь все дело вкуса. Ванильный сахар нужно положить, ну, примерно 1 чайную ложку. У меня здесь остатки, поэтому я весь пакетик туда высыплю. Теперь яйца с сахаром нужно перемешать. Можно использовать обычный венчик ручной, ну, я возьму погружной блендер, тем более он нам попозже еще пригодится. Но дальше мы с вами добавляем все остальные ингредиенты. Манку, примерно 2 или 3 столовые ложки. Творог. Сметану, примерно 4 столовые ложки с горкой. Дальше наливаем молоко. Теперь снова берем наш погружной блендер и все это дело хорошенько перемешиваем. Смотрите, какой густоты у нас получается тесто. Тесто оно примерно такой же по консистенции, как на оладьи, довольно густое. Мы с вами включаем духовку, чтобы она разогрелась до 180 градусов и насыпаем в тесто изюм. Изюм предварительно нужно помыть, желательно залить кипятком, высушить немножко. Если у вас нет изюма, в тесто можно вообще ничего не добавлять, а теканка получится очень вкусной и без него. Изюм добавили, перемешали, даем тесто постоять примерно минут 10. У нас в тесте есть манка, она должна разбухнуть в молоке, как раз пока духовка разогревается. Еще хочу сказать про текстуру творога. Вы можете брать для запеканки как зерновой творог, так и полостовой, такой нежный по консистенции. Здесь все зависит от вашего вкуса. Если честно, у меня, например, это зависит от настроения. Я иногда хочу запеканку сделать или сырники из зернового творога, чтобы чувствовать именно текстуру творога в готовом блюде. А иногда мне хочется получить однородную нежную консистенцию, как сухле. Так что здесь нет правильного варианта. Можете готовить так, как вам нравится и как вам хочется делать сегодня. Пока духовка разогревается, нам нужно сделать французскую рубашку. Французская рубашка делается, если мы используем степлянную или керамическую форму, или металлическую. Если вы используете силиконовую форму, это все можно пропустить. Итак, берем форму, смазываем ее кусочком холодного сливочного масла, это важно, и просыпаем мантой или мукой. Маслом смазали, теперь вот так вот присыпаем манкой или мукой, неважно, в нашем случае манка. И вот так вот присем. Нам нужно, чтобы у нас манка прилипла к стенкам, к дну. Вот так вот мы их припыляем. И тем самым мы делаем французскую рубашку, и запеканку готовую с формой будет достать намного легче. Этим секретом пользуются практически все повара-кондитеры. Тут, конечно, все летит мимо формы, ну и что, зато тесто достанется нормально потом. Вот посмотрите, что у нас получилось. У нас манка распределилась равномерно по всей форме. И теперь мы с вами выливаем тесто в форму. Тесто должно заполнить форму больше, чем наполовину, то есть примерно на сколько, на 2 третьих. У меня еще осталось немножко теста, я его сложила вот в эту вот крошечную форму. Она у меня как раз такая запасная, если тесто лишнее остается. И теперь мы нашу форму ставим в духовку на середину и готовим примерно 30-40-45 минут. Точное время зависит от вашей духовки, от размера формы. В общем, здесь нужно только подбирать идеальное время. Смотрите, наша запеканка готова. Она немножечко опустится после выпечки, совсем чуть-чуть. Главное лишний раз, когда она выпекается, дверцу духовки не открывается. И теперь нам нужно ее аккуратно приложить на тарелку. В принципе, если вы прямо сейчас ее есть не хотите, вы можете ее прямо остудить в форме и потом убрать в холодильник. Так как мне нужно будет это красиво сфотографировать, я ее прямо сейчас положу на тарелку. И этого мы ножиком вот так вот аккуратно проходимся по бортикам, чтобы у нас там ничего, не дай бог, не пристало. Теперь берем блюдо, вот так вот накрываем. Ой! Ага. И очень аккуратно переворачиваем, потому что у нас форма горячая. Надеюсь, что там ничего не отвалилось. Шикарно, шикарно. Смотрите, какая красота получилась, ничего не прилипло к форме. Вот у нас форма осталась. Все благодаря тому, что мы делали французскую рубашку. Посмотрите, какая классная у нас получилась запеканка. Я уже, честно, прямо готова быстрее закончить видео, чтобы ее поесть. Давайте попробуем. Смотрите, какая она по текстуре. Очень нежная, упругая. Просто. Так. Фантастика. Смотрите, запеканка получилась очень вкусная. Вот она сейчас тепленькая, немножко отдает вкусный яиц. Я знаю, что некоторые любят есть теплую запеканку, но мне кажется, что идеально будет, если она остынет, хотя бы до комнатной температуры. Можно даже убрать ее в холодильник, потом, ну, хотя бы минут 30-40. Вот тогда она будет по вкусу очень похожа на чизкейк. Это просто потрясающе. И по текстуре, и рецепт очень простой, и вкус обалденный. Так что я вам советую приготовить запеканку именно по этому рецепту. И, кстати, добавьте туда обязательно изюм. Он все-таки делает свое дело. Я просто смотрю, как у меня оператор облизывается за камерой. Он там тоже хочет быстрее попробовать запеканку, да? Все понятно. Друзья, обязательно готовьте ее по этому рецепту, пишите ваши отзывы в комментариях, и увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...